В этом году в Гришинском саду воспитывалось 35 малышей. У матери-одиночки Галины Шлюевой сюда ходили двое детей. Уже несколько месяцев женщина возит сыновей с собой на работу. Родителей у меня нету. Ну, некуда девать детей. Я работаю в пятой школе. Мне приходится ребенка на ремонт вытягать. Остальные родители также возмущены, ведь малыши мешают им во время работы, да и сами не получают достаточно внимания. Ребенок дома, понимаете, село, да, огород там, домашние все вот эти дела, бегает сама. При остановку работы группа руководителей детского сада считают вполне обоснованной, ведь канализация и водопровод находились в аварийном состоянии больше 10 лет. Теперь трубы и сантехнику заменят на современные, обновят и прачечные. Цей ремонт капитальный, он вважается и включает в себя полную замену унитазов, умывальников, трубы металличные будут заменены на пластиковые и порядка с канализационной системой будет проводиться еще и водопроводная система на пластиковых трубах. Запланували закупить 4 водонагривных баки, 3 на 50 литров и 1 на 100 на пральню и будет в нас горячая вода. Всего на капитальный ремонт из городского бюджета Красноармейска выделено 72 тысячи гривен. Когда закончат обновление, в учреждении пока не говорят. Замечают, все будет зависеть от скорости работы подрядчика. Александр Бойко, Оксана Витр, Панорама.